Добрый вечер, мои дорогие подписчики! Добрый вечер, мальчики и девочки! Добрый вечер, все, кто случайно зашел на мой канал. Просили повторить мое длинное приветствие. Как скажете, дорогие, когда будет длинное, когда короткое. Но я очень рада всех вас видеть на своем канале, где я худею сама с помощью кетодиеты, интервального голодания. И за год я скинула 33 килограмма. А если быть точной, 33 килограмма и 100 грамм. Итак, мои дорогие, сегодня день студента. Татьянин день, дорогие Танечки, Татьяны, подписчицы, гости канала. От всей души вас поздравляю с этим замечательным праздником. Здоровья, успехов во всем и всех-всех вам благ. Так как у меня в семье есть студент, мне очень дорог этот праздник. Поэтому своего внука старшего я тоже поздравляю с днем студента. Итак, мои хорошие, сегодня у меня будет одна тема. И посвящена она будет витаминам. У меня очень часто спрашивают про витамины. Какие я пью витамины или какие я рекомендую витамины. И старожилы знают мое отношение к этой теме. Прекрасно знают. И все, кто со мной рядом, вот скоро будет год, как моему каналу. Я худею с 22 января. У меня был год, как я на кето-питании интервальном. А с 17 февраля у меня будет ровно год моему каналу. И все, кто смотрит меня с 17 февраля, знают мое отношение к витаминам. Я считаю, что пить витамины при нашем питании, ну вот какой смысл, мои дорогие. Зачем вы будете кормить аптеки? Ну зачем? И за вот почти год, как я веду свой канал, вы особенно старожилы знают, что я никогда не рекламирую никакие витамины, никакие препараты, никакие БАДы. Я категорически против их употребления. Мои дорогие, я работала в больнице. Я видела больных, которые забивали. Вот вы знаете, есть люди, которые очень как-то дотошно подходят к своему здоровью и весной-осенью пытаются пить витамины, и тем самым принося себе огромный вред своему здоровью. Я не раз повторяла, что избыток витаминов гораздо вреднее, чем его излишек. Зачем себя пополнять какими-то витаминами, когда правильное питание, классическое питание, кето-питание, оно в достаточной мере, мы берем эти витамины с продуктов. Мне всегда удивляет, когда люди питаются обычно в жизни, у них не приходят мысли, так, что же у меня в организме не хватает, попью-ка я витамин. Нет. Но когда человек начинает правильно питаться, классический, либо вот переходя на кето-питание, как я, начинает думать о калии, о магнии, о кальции. Мы же кушаем продукты, в которых их предостаточно. Мы не сидим на хлебе и воде, мои дорогие. Мы употребляем столько салатов, вот листовых особенно, да, той же брокколи. Кто не любит, там капусточка и квашеная, и свежая наша, обычная белокочанная, стручковая фасоль, сельдерей, листовые салаты. Вот перечислять я могу, вот кого-то это интересует по магнию, кальцию, калию, я могу прям вам в список отправилась на то, пошло. У вас все присутствует в питании. Есть и в мясе, и в рыбе, и в морепродуктов, и в птице, и в яйцах, и так далее, и так далее. Зачем вам дополнительно нагружать свой организм? Мои дорогие, я никогда на своем канале не рекламирую ВАДы, витамины, лекарства, и так далее, и так далее. Я категорически против, чтобы люди принимали его при правильном, по сути, питании. Я несколько раз вам говорила, насколько полезные витамины, вот содержание огромное магния и калия в шпинате, в листовых салатах, в орехах. Я всегда вам напоминаю, кушайте грецкие орешки, кушайте тыкменные семечки, где очень много аминокислоты, аллергенин, которые оздоравливают от и до и омолаживают наш организм. Простые наши семечки, простые семечки подсолнуха, кладец витаминов и минералов. Это перечислять я могу много вам, мои дорогие. Нас в 90-х годах подсадили на это, мы бежим за каждым чихом в аптеку. Было сложно, лекарств не хватало, а в 90-е у нас аптека на каждом шагу. И у нас, чтобы не заболело, мы бежим в аптеку, да, и нам очень добрый фармацевт дает кулек, лекарства от всех болезней, еще что-то свое подсоветуют. И мы довольны, к врачу бежать не надо, набрали витаминов, лекарства, все, и будем здоровы и счастливы. Да не надо, мои дорогие, так делать, не кормите вы аптеки, не набивайте чужие карманы, это всего лишь бизнес. Вы вправе поступать так, как считаете нужным, но мое категорическое нет. Вот так же я категорически нет отношусь к сахарозаменителями, к сахароподсластителям. И многие умные фармацевты, врачи, химики, биологи, как говорится, иммунологи считают вред огромным сахарозаменителем, сахароподсластителем. Не все, конечно, это пишут, но тем не менее, так же витамины, мои хорошие. Вы в достаточной мере кушаете во время питания своего. Зачем же вам перенагружать организм свой? Поймите, это всего лишь маркетинговый ход, это бизнес. Почему у нас на каждом шагу аптеки-то? Мы, говорю, оголодавшие, как будто не евшие в 90-х годах, и тут такое вот раз, и все, все доступно, все можно взять. Не по блату, пойти в аптеку, тебе любой препарат, только расскажи о своей болезни, тебя тут быстро насчитают, еще, говорю, свое прибавят. Мои дорогие, у меня нет личной заинтересованности вам что-то рекламировать. Я считаю, что это неправильно. Неправильно, когда на людях наживаются, тем более, многие препараты, такие же, как статины, которые давно уже изучены, запрещены в Европе, у нас пользуются. У нас народ пользуется этими статинами и назначает больным. Многие препараты, которые находятся у нас в продаже в открытой, давно уже где-то там запрещены. Пожалуйста, мои дорогие, подумайте, вы же перешли на правильное питание, почему у вас возник сейчас вопрос. Вы до этого кушали, как хотели, пили, и колу, и кока-колу, и, может, еще что-то, и ходили в Киевси, и ходили в Макдональдс, и так далее, и в ресторане, и в столовых, и в какие-то кафе быстрого питания. Вы не задумывались, с чем вам, как вас там кормят, да? Все ли хватает у вас там с витаминами? Но когда вы переходите, по сути, на правильное питание, у вас возникает вопрос, куда бежать и какие витамины покупать. Я говорю свое мнение, мои дорогие, вы вправе, вправе решать сами, но пожалейте свой организм и пожалейте свой кошелек. Вы лучше купите на эти деньги что-то более правильное, более ценное. Купите себе обновку, порадуйте себя, мои дорогие. Поэтому я категорически против. Мои подписчики-старожилы знают, что я негативно отношусь к аптечным витаминам, к сахарозаменителям, сахароподсластителям и так далее. Это мое мнение. Но все-таки я хочу, чтобы вы подумали, прежде чем покупать себе какие-то витамины. Я просидела год ровно, второй пошел на кето-питание, чувствую себя прекрасно, все показатели у меня в норме. Но никаких витаминов, никаких минералов, покупных, у меня мысли нет. Никаких БАДов за год. Я и раньше была критично к этому настрою, но в течение этого года я чувствую себя прекрасно, у меня все хорошо со здоровьем. Зачем мне какие-то дополнительные вложения, чтобы погубить там, как говорится, похерить все, что я добилась. Но решать вам ваше здоровье. Я вам ответила свое личное мнение. Вы можете прислушиваться, можете нет. Но я считаю, что это ни к чему. Пожалуйста, не гробьте свое здоровье, свой организм. Вы питаетесь достаточно вкусно, хорошо, сытно, и ваше питание полно витаминов и минералов. И ВАДы, и таблеточки, и вам совершенно ни к чему. Итак, мои дорогие, кому понравилось мое видео, ставим лайк. Ну, а кому не понравилось, ставим дизлайк. Я все равно очень жду вас на своем канале. Приходите, не забудьте подписаться, не пожалейте поставить лайк. Пишите, мне очень ценно и важно ваши комментарии. А пока, пока-пока, мои дорогие. Субтитры сделал DimaTorzok